Ребята, это Алена, вы на канале 30+. И сегодня мы с вами говорим про то, как зарабатывать в интернете. Действительно лучшие способы, современные. Я в этом видео расскажу все, что я знаю и поделюсь опытом своих клиентов, которые многие ушли на фриланс и действительно имеют надежные способы заработка. Я собрала для вас действительно более 20 различных крутых способов заработка в интернете. И я это делаю, потому что очень многие мне пишут о том, что уходят в удаленку и чувствуют себя достаточно неуверенно. И в этой статье своей онлайн, как я говорю, видео, я хочу действительно вам показать, что успешно зарабатывать в интернете возможно на протяжении нескольких-нескольких лет. И заработок в интернете реальность. Заработок в интернете прямо сейчас вы можете пойти на какую-то рандомную биржу фриланса, взять там заказ и получить деньги. И это реально за несколько часов работы. А если никаких навыков нет, вы мне часто это пишете, можно пройти какие-то буксы, какие-то курсы. Другое дело, можно ли заработать в интернете действительно нормальные деньги. И для кого-то нормальные это совершенно разные-разные цифры. Можно, скажу я вам. И на самом деле, прежде чем я начала зарабатывать в интернете, мне пришлось долгое время работать в офлайне. И вы об этом знаете. Я даже рассказывала об этом, но сейчас расскажу про реальные способы, которыми делились мои клиенты, которые некоторые проходила я когда-то, будучи еще в первом университете. Но скажу, что это действительно крутые моменты. Заработок на прохождении опросов. Это один из вариантов. Вы можете заработать на опросах. Для этого достаточно найти подходящие сервисы, зарегистрироваться и начать прохождение опросов. За опросы платят. И действительно, это не очень большие деньги, но их можно уже начать получать. Другой момент. Обязательно, обязательно искать сайты для опросов. Это юсик, новый сайт с опросами, анкета.ру, вопросник.ру, мое мнение. В общем, если вы в этой теме будете, вы найдете, какие нужны опросники. Заработок на просмотре рекламы. Это тоже один из способов. Здесь ничего умного не нужно. Просто действительно, это способ, которым вы можете пользоваться. И некоторые сервисы также предлагают зарабатывать на просмотре видео в YouTube и выполнении простых заданий. Например, есть такой сервис PayYad. И там действительно можно на просмотре рекламы зарабатывать. Заработок на лайках, комментариях, в социальных сетях. И сейчас существует большое количество сервисов по накрутке, которые готовы платить людям за лайки и комментарии в различных социальных сетях. То есть, если вы заинтересуетесь, то это прям крутая вещь. Денег будет немного, но это хорошая альтернатива, если вы только в это заходите. Заработок на отзывах. Сайты, отзывики привлекают огромное количество пользователей и трафика. То есть, мы с вами понимаем, что здесь важно будет работать с этой историей. Еще один момент. Заработок на написании текстов, копирайтинг. Тех, кто умеет красиво писать. Вот не я, например, ни разу, но популярные биржи копирайтинга существуют и очень круто работают. Также вы можете попробовать найти заказчиков в социальных сетях. И сейчас в ВКонтакте есть очень много различных групп с объявлениями от работодателей. И другой момент. Заработок на фрилансе. То есть, когда мы с вами говорим, что наемная работа, которая заключается в выполнении определенных заказов за деньги, это тоже работает. По сути, копирайтинг это тот же фриланс, но я все же выделила его в отдельную категорию, чтобы обозначить некоторую разницу между копирайтингом и фрилансом. Другой момент, если мы с вами говорим про удаленную работу, тут уже круче. Программист, веб-дизайнер, менеджер по рекламе, контент, смм, специалист технической поддержки или, например, постоянный автор текстов. То есть, все это круто работает. Другой момент, список мест, где можно найти вакансии на удаленную работу. Я говорила, это авито, HR, вакансии на удаленке, дистанции. И также, также Яндекс.Толоко. Это тоже один из способов. Отлично подойдет для новичков. Не нужно ничему учиться. Просто зашли и создавайте аккаунт и начинаете зарабатывать. Другой момент заработок на своем сайте. Если вы какой-то крутой специалист и вы работаете в своем направлении, вы, например, психолог или вы английский преподаватель или вы, может, какой-то бизнес-аналитик, вы можете на этом круто тоже зарабатывать. И консалтинг, как платные услуги, например, вы закончили вуз по специальности юриспруденция или какая-то другая история. И вы действительно можете давать востребованные платные консультации, которые востребованы. И найти клиентов можно на сайтах с вакансиями, Авито, Работа.ру, Хэндхантер, на канале Ютуб. Это тоже история, которая супер работает, если вы хотите начать зарабатывать. Тикток, само собой, но это особая платформа. Яндекс.Дзен. Там тоже можно зарабатывать. Некоторые авторы, которые давно вышли на доход, которые приближают 200-300 тысяч рублей. И, соответственно, это прям-таки мощная история, которая даст вам поддержку. И еще один момент. Если мы с вами говорим о заработках на фотографиях, тоже будет классно работать. И да, ребят, да, все это постепенно, постепенно будет вам создавать хорошую такую поддержку. Я знаю, сейчас круто заходит еще заработок на Wildberries, арбитраж трафика. Это все тоже работает. И вот спрашивали про 2021 год на Wildberries действительно были очень крутые продажи у моих клиентов. И сейчас это еще больше развито. То есть это у меня знакомое зарабатывать 100 тысяч рублей где-то за две недели. Но не имеючи вышки, не имеючи какого-то бэкграунда суперинтеллектуального какого-то, вот она так зарабатывает, имея 10 классов образования школьного и до этого работая в какой-то услуге, прислуге. В общем, она работала. И сейчас она за две недели 100 тысяч на Wildberries делает. В общем, тут дело какое, дело ваше, зарабатывать хотите, не хотите, способы есть. Почему я эту тему подняла? Потому что вы спрашивали, Алена, можно ли, и последние мои консультации были про деньги. Соответственно, вот вам видосик про деньги. Пишите, кто где зарабатывает, на чем и как у вас получается.